Здравствуйте. Как вам кажется, мы уже не первый раз задаемся вопросом, зачем европейские лидеры продолжают звонить Путину. Вот сегодня Путин говорил с Эрдоганом. Просим ответа у вас. Они его умиротворяют. Я бы не сказал, что Эрдоган относится к тому ряду, к которому можно отнести Шольца и Макрона. Еще один ряд составляет. Австрийский лидер, альянсы, тоже пытаются участвовать в этой самой игре, но они получили очень жесткий на грани непристойности ответ Медведева по поводу их мирного плана. Так что, наверное, больше туда не пойдут. Соответственно, Эрдоган играет свою собственную роль во всех возможных спектаклях, которые разворачиваются, с сирийского до натовского, до российского. Здесь он выступает в роли миротворца. Ему это важно, может быть, своим чинам внутренним, может быть, на внутреннюю аудиторию играет. А может быть, ему просто не хочется видеть себя на глазах буквально, как бы, из Стамбула видную, из Анкары видную войну. Ему это не очень, вероятно, приятно. Поэтому он пытается заниматься вот этим самым миротворчеством, но думаю, что пока это все напрасно, потому что Путин не готов никаким мирным переговорам. Путин занимается освоением Херсонщины и Запорожья. Сегодня даже вышел указ по поводу того, что, возможно, опекунство для детей, которые называются украинскими, причем в указе, Запорожье и Херсон. Но почему-то оттуда можно брать человеческий материал. Будем говорить прямо и цинично. В том смысле, что наш человеческий материал погибает на полях Украины, значит, мы можем забрать себе ваш человеческий материал. Я не буду говорить, что это такое на букву Ф, чтобы меня ни в чем не обвинили, на что я намекаю. Вот такие вещи происходят. На это я немножко отклонился от международных отношений к нашим отношениям внутренним. Все это пустое пока. Скажите, не знаю, насколько тоже пустой вопрос. Вот следующий будет мой. Британские таблоиды неожиданно вышли сразу с серии публикаций о том, что Путин умер. Ну, прям вот на разные голоса. Но примерно об одном и том же они говорят. Либо что он там тяжело болеет, либо что он умер. Ну, конечно, какой-нибудь там Мария Захарова скажет, да это спланированная там какая-то атака. Но если мы с вами будем трезво рассуждать, вот с чем это может быть связано? Они же не сговорились, они не просто там решили в один день написать. И, ну, у нас в российске там, да, тоже есть какие-то конспирологи, которые говорят, что Путин умер. С чем может быть связано то, что такое били публикации в Великобритании, как вы думаете? Знаете, это описывается известная старая одесская поговорка. Умер шмумер, лишь бы был здоров. Полагаю, что все-таки торопятся коллеги. Не знаю, очень трудно определить их мотив. Может быть, это прорвался нарыв такого, знаете, что называется wishful thinking. Надежды юношей питаются, что вот решение проблемы наконец найдено. Что это вот выступает двойник, а раз выступает двойник, значит, уже ему близится развязка чего-то и где-то. Ну, а то они и таблоиды, чтобы перевозбуждать население, но думаю, что все это, конечно, не серьезно. Есть как бы медицинская сторона вопроса. Путину в этом году 70 лет. Я думаю, что у него есть какие-то хвори, естественные для этого возраста, но едва ли он, в буквальном смысле, умирает. Там еще были слухи по поводу его операции, что на время операции бразды правления возьмет Патрушев. У Патрушева тоже примерно столько же лет, и примерно в той же степени, если не больше, он, наверное, нездоров. Ну, тут еще есть отдельный аспект и дискуссии по поводу медицинского здоровья людей, которые в 21 веке способны учинить то, что они учинили, и не является ли это вопросом психиатрии. Но это, опять же, мы оставляем в стороне политически. Путин руководит страной, Путин руководит тем режимом, который он больше, чем за 20 лет построил. Режим персоналистский, очень сильно зависящий от него. Он сеет страх в своей элите. Эта элита с подводной лодки никуда деваться не может. Она служит ему. Кто-то, может быть, голосует ногами, но таких людей немного. У него все в целом ничего. Во всяком случае, он в своем восприятии мира не всегда адекватным. Явным образом уверен, что он все делает правильно. И у него, в принципе, все в общем и целом хорошо. И даже у нас замещение, экономика не так уж пострадала. И все будет в сущности нормально. Так что рано этими медицинскими проблемами, на мой взгляд, заниматься. Андрей, я надеюсь, что вы меня сейчас поправите, если я углубляюсь там, где не нужно этого делать. Но мы же каждый раз, когда говорили о Путине, во всяком случае, раньше, исходили с того, что у него довольно-таки пацанские представления о жизни, о том, что правильно и что нет. И тут какое-то определенное количество, миллионов людей, которые эти таблоиды читают, вдруг открывают свой любимый журнал и видят, что тебя там нет. Может ли у этого быть какой-то политический эффект? Может ли Путин на это, что называется, стригернуться? Или, ну, это так, где-то вот пена в интернете, и ему совершенно не важно, что и кто о нем пишет. Знаете, ну, это скорее повод для ерничания с российской стороны. Я не в состоянии уже по своим психологическим характеристикам наблюдать, что там происходит у них в этих самых часах, а не пятиминутках ненависти в телевизоре. Но это очень удобно обыгрывать, очень удобно иронизировать над Западом, очень удобно приписывать это Западу как таковому, хотя это всего лишь таблоиды. И было бы странно, если бы наша пропаганда этого не использовала. Хотя, на самом деле, это как бы серьезная сама по себе штука и серьезный сценарий. Вот когда умирал Каудилио Франко, его жизнь, не сообщение о том, в каком он состоянии, дыхание Ченнистокса, со Сталином какая-то неожиданная открытость советской прессы в те годы, в те дни наблюдалась. Когда умирал Франко, его жизнь просто искусственно продлевали, а потому что кланы не могли договориться о том, что делать дальше. И были в некоторой панике. Их интерес был продлевать жизнь Каудилио, и уже, собственно, и будущая вдова Франко, его жена, его дочь, говорили о том, перестаньте его мучить, включить его от этих аппаратов, и дайте ему спокойно уже отойти Господу. И вот как наши элиты могли бы привести себя в этой ситуации? Они бы растерялись, передрались, я не знаю, затеяли бы либерализацию, то есть фашизацию системы, вот что бы они делали. В каком-то смысле для них Путин удобен, они привыкли жить под его зонтик. Может быть, во многом поэтому они против него не восстают, поэтому они в глубине души его ненавидят, как в урдалаке сталинской системы ненавидели самого Старина. Но пока их вполне устраивает живой Путин. Ну в этом зонтике как будто бы все больше и больше дырок. Дмитрий? Хотелось вопрос задать тоже снова о Европе. Вот у нас, просто ввиду вот столько курсов, у нас сегодня был спор небольшой в организации, и в соцсетях он тоже был, там спорили Жданов и Мариапевчих. Суть, если вкратце, спорили, пошел ли на пользу Брексит Англии. То есть Великобритания когда-то была частью Европы, сейчас она, скажем так, не часть политически. И благодаря этому, говорит один мой коллега, не буду называть кто, Британия может быть независима, она может там атаковать Россию, вводить какие-то санкции, все такое, ну атаковать в политическом смысле. А другой коллега сказал, что говорит, ну это никак не повлияло. То есть суть спора, что если страна выходит из Евросоюза, она может независимо принимать какие-то санкции, она может бить, а если она часть Евросоюза, то какой-нибудь жуткий Орбан может взять и закрыть Путина там зонтиком в одно лицо. Вот вы больше на чьей стороне? Действительно Брексит помог Англии проводить такую политику антироссийскую или нет? Знаете, Брексит самой Англии не очень помог, если поговорить с англичанами, ну скажем так, наши политические ориентации либеральные, они в ужасе были от Брексита и от его некоторых последствий внутриполитических. В принципе, действия Запада, они недаром Путина называют, этот самый Запад, называемый коллективный Запад, они в очень высокой степени согласованы. И нельзя недооценивать вот эту согласованность, вот приверженность ценностям, как бы это звучало, но Запад некоторым образом отмобилизовался и вернулся к идее Запада. Тем не менее, конечно, есть некоторые разногласия, и не случайно вот некий такой, ну пока еще не формальный союз Великобритании, стран Балтии и Польши, что он не образован, но тем не менее, разговоры об этом идут. Это страны в наибольшей степени нетерпимо относящиеся к политике Путина и в наименьшей степени готовые к тому, чтобы вести с ним какие-то переговоры. В принципе. Это есть, безусловно. Но я не думаю, что это вот какое-то имеет определяющее значение для того, как Запад будет общаться с Путиным. Это создается некоторый такой фон, свидетельствующий о некоторых расколах, не расколах, даже трещинах внутри вот этого коллективного Запада. И, безусловно, в Кремле за этим очень внимательно наблюдают, могут иронизировать, могут надеяться на что-то, на какие-то расколы. Вот сегодня, буквально время тому назад, американцы сообщили, что они приняли решение не поставлять систему залпового огня Украине, потому что Украина может использовать эти системы для того, чтобы полить по российской территории. Это будет означать приближение такой вот уже реальной войны Запада, НАТО, допустим, и России. Этого американцы не хотят. Они и хотят помочь Украине, но они не хотят обострения отношений, окончательного обострения отношений с Путиным, который ведет, может быть, к ядерной войне. Испуг прямого боя, столкновения с Путиным, при том, что он может, с точки зрения Запада, наверное, справедливо, Путин может применять крайние средства в этой самой войне. Все время идут угрозы, отвар путинских людей. Если Медведев сегодня одобрил это решение Байден, сказав, правильно ли приняли решение, то пришлось бы применять крайние средства, превратить Запад в радиоактивный пепел. В этом случае, правда, Россия тоже превратится в радиоактивный пепел. В общем, взаимное, это танго вдвоем. Ну вот эти все телодвижения, они, конечно, раздражают Зеленского, безусловно, абсолютно определенной помощи. Эта помощь все-таки поступает, но не в тех масштабах, которые нужны Зеленскому и Украине сейчас, чтобы повернуть, чтобы в этой войне победить, скажем, именно военными средствами. Вот к этому Запад не очень готов, ведет дискуссии, тяжелая дискуссия, но вот нефтяной эмбарго, скорее всего, будет. И это правильно, на самом деле. Раз уж вы хотите ослабить ресурс на Россию, нужно разбираться с этой нефтью, отказываться все-таки от энергоносителей российских. Но сегодня очевидной был раунд, когда с большим трудом, и все равно никто ни о чем не договорился, так, во всяком случае, сообщали источники BBC. Что будет с этим шестым пакетом, пока, насколько я понимаю, не ясно. Я надеюсь, что в следующих эфирах мы с вами это обсудим, когда будем понимать лучше, что же происходит. Андрей Колесников, политолог, был в эфире нашего с Дмитрием Низоуцем. Спасибо большое, Андрей, за вашу аналитику и ваши комментарии. Субтитры создавал DimaTorzok